Привет, дорогие девушки! Примерочная Uniqlo большая сегодня. Нам повезло. У нас просторношая примерочная с двумя большими зеркалами. Все как мы любим. Я должна сказать, что в Uniqlo появилось кое-что интересное. Вот это платье, конечно, вы заметили, когда я снимала. Вот это платье. Это какой-то коллаб. Call and Joy. Это что-то новое. Я не видела раньше такого коллаба в Uniqlo. Ну и разных пижам. Я набрала, которые я хочу попробовать носить как не пижамы, потому что у них эта тема прямо сейчас все в пижамках. Вы видели, я там снимала. Они как бы презентуют, что вы можете носить их как просто одежду на улицу и, в принципе, почему бы нет, что называется. Все, давайте, девочки, будем примеряться. Начнем с чего? С пижамами. Абсолютно неожиданно и на удивление пижамные брюки, которые, по-моему, пижамные, на мой взгляд. Оказались очень даже симпатичными брючками, которые вполне можно носить. На всяком случае, они находятся в пижамном, как бы, в пижамном отделе. Вполне, по-моему, можно носить, как не пижамные. Мне прямо даже они нравятся. Они есть такие, такие, потом вот такая вот полосочка бежевая. Есть темно-синие, прям темно-темно-синие. Есть более светло-синие. Я вот их примеряю с таким вот, знаете, просто тэнк-тап я взяла. Это такое, ну, как майка алкоголичка. Они тоже из разных цветов. Есть белые, есть черные. Вы знаете, совсем неплохие брюки. Прямо классные. С карманами, значит, здесь у них резинка. Здесь у них завязочки можно еще их немножко утянуть, если надо. Мне не надо. Мне там, хорошо, не помню, как разное, по-моему, видео. У меня сейчас проверю. И длина хорошая. Вполне себе такая длина. Ну, конечно, с моими писаложками. Это очень большой диссонанс. Ну, в чем пришла, в том и примеряем. Хорошие брюки, девочки. Правда, очень симпатичные. У них здесь нет шеренки, ничего, просто вот резинка. Они очень, по-моему, удобные на лето. По-моему, это хлопок. Сейчас я посмотрю точно. Ну, по-моему, супер. Еще я принесла мне одну рубашку. Они есть, я вам показывала, есть нескольких цветов. Раньше было больше цветов, сейчас как-то подраскупили. Но есть вот такая вот нежно-нежно-сиреневая, если вы ее изучаете, серо-сиреневый. Очень красивый цвет. Они есть коричневые, есть синие, есть черные. Есть яблочки-сиреневые или новые. Ну, такие сиреневые. Более яркий цвет. Но вот так вот, как верхняя, это ларч. Размер я спитаю, сделала побольше, чтобы он не ужиматься, он не в принципе правильно сделал. Но я хочу сказать, чтобы как верхнюю такую рубаху накинуть с этими вот даже брюдерами. И даже, в принципе, можно ее застегнуть. Не обязательно, как верхнюю. В принципе, если ее застегнуть без майки внизу, ее вот так вот тоже вполне можно носить. Очень даже неплохо. Прям даже очень неплохо. Но вот с трюками, как верхнюю такую накидку, накидку сверху. Почему вы знаете, что она очень-то тонкая. Это лен, и она тончайшая, нежнейшая. Вот совершенно нет никакой колючести, толстости. Вы знаете, лен иногда бывает такой колючий, и довольно тонстый. А эта, в принципе, она такая нежная, нежная и тонкая. Я сейчас посмотрю, если она стопроцентный лен, или в ней что-то еще подмешано. Ну, ладно, потом посмотрим. Потому что уж очень она прямо нежнейшая и тончащая. Вообще, вот эти у них обмашки, у меня наехали. Очень классно. Я поменяла брюки. Одну пижаму на другую. Кстати, те брюки не заявлены, как пижамные. Это просто они там лежат, это рядом с пижамным отделом. Ну, в принципе, их можно носить как домашние пижамы. Значит, вот это уже, да, пижамы. Я вам показывала их много разных. Есть вот такие однотонные, а есть цветные, очень красивые расцветы. Есть вот такие с резинкой внизу. Есть без резинки, а просто клюшные. Эти такие как шаровары. Я вам хочу сказать, что они очень прикольные. Я давно на них смотрю и думаю, что вполне их можно носить как верхнюю, ну, как на улице. Совершенно не обязательно, как пижам. В принципе, это очень классно, что вы можете купить вещь и ее использовать как для дома, так и для улиц. В том смысле, что как он хочет. Если вы хотите, вы можете в них отец дома, если вы хотите, вы можете ее носить на улице. Если у вас кончилась одежда, все в стирке, знаете, как у нас называется, ломбриды. То есть, когда вы все стираете, и у вас вся одежда в грязном, все в стирке, и вам нечего носить, то можно носить и пижаму на улице. У них карманы есть. Здесь такая вот резинка. Не верни не резинка, а просто такой вот завязка. Вот, протянут ролик. Это называется опять забыла, девочки. Опять. Значит, майка вот эта вот немножко мне широкая. Она могла быть немножко поуже, потому что она довольно такая... Мне кажется, она должна как-то немножко больше облегать. Ее можно заправить. Я ее вот так вот подкрутила. И очень мне нравится вот эта вот рубашка с этими брюками. Мне кажется, что это очень красиво сочетание цветов. Вот эта пыльная роза и такая серая, светло-серая чуть-чуть в этот самый... Тоже в такой сереневато-розоватый цвет. На камере не видно, а в жизни да. Он такой вот интересный, красивый цвет. Очень симпатичный. И вот вместе с этой даже вот этот, который такой немножко другого цвета. В принципе, он тоже такой немножко сероватый, зеленоватый. Вот как-то вот совсем неплохо все это вместе. И, если честно, мне даже очень нравится. Да, ну что делать. Значит, эти брюки стоят 30 долларов. Это размер медиум, и они сделаны из... Видите, стопроцентных лопок написано. Очень даже ничего. И вот тут вот сзади у них резинка, а спереди вот просто такой вот пояс с завязками блогими. И здесь сделаны карманы. И внизу они раскрешаются. Так, брючки пижамные тоже стоят 29 долларов. Размер медиум. И здесь стопроцентный полиэстер. Сейчас я там где-то находила. Ну, в общем, поверьте мне на слово. Так вот, за 29 долларов, чем вот эти полиэстер пижама, мне кажется, лучше купить вот эти брюки, которые стопроцентных лопок. И выглядят они не так уж прямо пижамные. В принципе, они не пижамные. Они... Написано, что это женские, ну, легкие брюки. Ну, то есть они не заявлены как пижама, а заявлены как брюки. Поэтому я бы, например, вот лучше купила бы вот эти, которые хлопок, за те же 30 долларов, чем вот эти 30 долларов, которые больше выглядят как пижама и синтетика тоже. У меня одна рубашка. Действительно стопроцентный лен. Ничего не подмешано, не примешано. Ларфер ларча примеряла. 40 долларов она стоит. И, конечно, ее надо брать ларча, потому что ее можно носить как верхнюю. Она такая немножко... Она не очень юверсайз. Вообще даже юверсайз, я бы сказала. Видите, цвет такой чуть-чуть сиреневый отдает. И, конечно, ее надо брать побольше ларча, то и ветра ларча, чтобы она прям так свободно была. Не ужималась, не прижималась, нигде. Потому что вот такого типа рубашки должны быть немножко посолонние. Но я хочу сказать, что у нее абсолютно удивительно приятная ткань. Просто очень приятная. Немножко она прозрачная. Видите, такая, но очень мягкая. И такая нежная. Знаете, я знаю, лен бывает прям такой даже иногда неприятный. А этот прям вот тоже. Так, майка алкоголичка. У нас тоже был размер минимум. Стоит она 20 долларов. И это 73% хлопок, 27 полиэстер. Ну, ничего страшного. Видите, у нее такой крупный, крупный такой вот рубчик. И она довольно хорошего качества. Единственное, что я тут смогу. Мне, наверное, надо было, я даже не знаю. Это очень странно. Потому что мне кажется, что она какая-то большая. Еще мне нравится вот эта вот отделка. Знаете, довольно такая вот плотная, толстая вот это обработанные края. Очень аккуратная. Очень хорошо сделана. Ну, честно сказать, такая вот майка алкоголичка нужна всем. Любому человеку, без исключения. Налей там. Мне кажется, нормально. Иди, смотри, что с размером что-то я. Ну, может, и ничего увидим. Может, и смогу. Вот. Прекрасная. Хорошенькая платьица из нового коллаба. Платьица-парашют. Халантик такой. Весь на пуговице. Хорошая длина. Чуть ниже колена. С карманами. Просто чудная. Хорошенький рукав. Симпатичный вырез. Вот тут внутри висит мешок. Я вам потом покажу. Видимо, с подкладкой. Они, знаете, как Юникло иногда делает. Они берут и подкладку, под руку или под платье, они не вешают на речке, а вот так вот прицепляют в мешке изнутри, чтобы она не потерялась. Это, кстати, хорошо. Ну, я, честно говоря, не знаю, что нужна здесь подкладка, потому что она не очень просвечивается. Вернее, даже совсем не просвечивается. Видите? Очень хорошая платья. Немножко дороговато. По-моему, она 160 долларов. Ну, как бы, я посмотрю в состав, конечно. Ну, оно, конечно, очень симпатичное такое. Девочка, девочка. Она есть в двух, по-моему, расцветках. Вот это и такое синее. Платьица хорошенькая, но, значит, 60 долларов, девочки. Когда-то они стоили по 40-39. Сейчас они стоят по 51-60. Вот платья мне не было. Но просто очень угрожало. Значит, это был медиум у меня. И вот этот вот коллап вот этот. И опять, значит, вот само платье 100% хлопок, подкладка 100% полиэстер. Но его защита, я должна сказать, что эту подкладку, которая вот там вот висит, вот этот 100% полиэстер, в принципе, ее можно не надевать. Я так понимаю, что это только юбка. Сейчас я посмотрю ее. Да, видите, и пченочка. И такая коротенькая. Совсем 100% полиэстер. Я бы ее просто не надевала, не использовала. Потому что котоновое платье против вот этой вот полиэстеровой подкладки совершенно не нужен. Все больше он вообще совершенно непрозрачный. Еще одно очень красивое платье из коллаба Хана Тажима. Вот какой-то вот такой вот коллаборации. Я вам потом покажу. Очень красивый цвет, фасон. Смотрите, как интересно сделано вот здесь вот плечо. Вот такой вырез, красивая рука. Вот этот пояс, который пришит сзади. Вот он вот так вот пришит. Можно завязать спереди, можно и завязать сзади. Я сейчас покажу вам двух вариантов. Потрясающе красивое платье. Хорошая длина. Но опять проблема в том, что вот платье котоновое. А вот эта вот подкладка, которая в общем-то довольно просвечивается. Плеск. И это западло. Вот. И тут уже не обойдешься без подкладки, наверное. Потому что потому, как она просвечивается, платье довольно такое прозрачное. Видите, вот здесь где нет подкладки, то это видно, что она очень прозрачная. Какая красивая, интересно красивая ткань. Какая-то вот выделка такая, знаете. Это даже не рисунок, а именно вот какая-то выделка. Очень хорошо сшито. Очень аккуратно. Очень красиво. Все у него хорошо и замечательно. кроме состава подкладки. Ну, опять же, можно ее отрезать и надеть, если у вас есть, хлопчатно-бумажную подкладку, которую, в принципе, можно купить отдельно. Или вот у меня, например, есть. У меня есть несколько вот таких вот. Я покупала стопроцентно хлопковые такие, как нижнее платье. Вот именно вот такой вот на шлейках. У меня есть белое, есть черное, есть бежевое. Я просто их нашу под всякую одежду, которая немножко светится, и они у меня хлопаны. Так что, в принципе. Но, с другой стороны, они берут за 60 долларов, по-моему, тоже за это платье. Так вот, еще нужно что-то думать подкладка. Это как-то мне очень приятно. Так, я завязала его сзади. То есть, вот эту вот веревочку, завязочку я завязала сзади. И получилось, что спереди это не пояс, а просто вот такое вот оно притаганное. Платье очень красивое. Просто очень красивое. Не по-юниплофски красивое. Униплоу обычно таким попроще посольчик. А это просто шикарное. Но, как бы... И, кстати, очень мало. Вот они появились недавно в магазине. Преуместит, наверное, чтоб... 5-6. Вот я нашла это медиум, а все смолок-смолок. Разобрали довольно быстро. Так. Вот такое вот чудесное платье. Вот эта коллаборация. Хана Тажима. 60 долларов она стоит. И, видите, вот написано катон. Значит, хлопок само платье и подкладка стопроцентно. Что я хочу сказать. За 60 долларов между вот этим и вот этим я, конечно, выбрала молодцы. Очень странная ценовая политика. На мой взгляд, вот это платье должно стоить дешевле. Оно такое, знаете, оно короткое. Оно такое девочковое. Хотя, кстати, тоже, видите, оно сделано очень интересно. Знаете, как это зашило. Но это платье, конечно, вне конкуренции. Как интересно, видите, сделано плечо. Вырез. Потом вот сзади вот вшит вот этот вот пояс, который можно завязать сзади, можно завязать с перед. Красивое платье. Очень красивая выделка тканей. Вот. И размер медиум. Дорогие девочки, вот такое у нас сегодня было Янекло. Вот такие у нас были примерки. Мне кажется, кое-что появилось новое, на что можно было обратить внимание. Два спорточных платья. Там еще были юбки новые, такие в цветочек. В следующий раз я их померяю. Их было много. Платье вот это я взяла, потому что их прям несколько штук висела. Я сейчас еще раз пойду к нему и больше. Вот. А так, в принципе, что-то Янекло особо. На их веб-сайте я вижу, они какие-то новые коллабы вышли, а вот в магазине что-то особо ничего нет. Ну и ничего, мы нашли, чтобы попримерять. Пижамку можно примерить. Потом вот эти вот брюки в полоску. Они вполне-вполне себе были неплохие. Все, дальше все. Я люблю и целую вас. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы мне поставите лайк. И подпишитесь, если вы еще не подписаны. Всем привет из Канады. Увидимся в следующем видео. Пока-пока-пай.